помощники мои так да там особо никуда складывать вот чтоб они сохли до их работ сбросать обыкат и они пусть сохнут они же влажненькие вот тут надо доделать вот эту красоту дим вот эти вот жили пока выкатывай маленькие помощники мать вот так а теперь легче пойдет оба на а то стоит и надо уже чтобы они сохли и туда-сюда печку их чтоб топилась вот вот так закалялась сталь ну чё я думаю туда-сюда этого должно перезимовать хромненько попробую вот эти дровишки туда загнать как они будут гореть тут смотрим свежачок так вот по поводу печки по поводу печки вопрос 2 вопрос в том что со временем вот уже говорил у меня один только поворот под 90 градусов вот он и высота тут метров на 7 но на втором этаже на втором этаже у меня часть трубы раньше так было асбест вот металл доходит где-то метр а здесь два метра и там метр труба асбеста вот она от перепадов температур тут треснула вот тут отчета тоже вот потом где-то еще она там треснула что ли или но факт тот что как бы может треснуть и тут и дыма будет много и как говорится до пожар далеко я приобрел такую же трубу еще я себе покажу и надо будет наращивать я хочу сделать следующий этап доработки печки будет такой что будет метрская труба везде вот и будут такие же отводы как и на самой печки так вот чё я хочу сделать вот здесь я когда мерил в будущем видео вот она показывает где какая температура вот смотрим да вот здесь начинает расти вот радусов да и тут начинает то есть вот эта зона вот эта зона максимально горячая что если такой же вариант вот с такими живот тубами сделать здесь и будет дополнительный отбор тепла почему я просто не хочу топить улицу я топлю здесь гараж а не топлю улицу но улицу не натопишь потому что там сейчас вот плюс три или плюс четыре улице и сильный ветер холодно и неприятно а мне здесь отработать надо вывод какой чтобы быстрее натопить единицу времени условно не час там топить а 30 30 40 минут топить 20 30 минут тоже играет роль вот я решил вот так вентилятор чеки поставить которые дуют охлаждают печку ницу времени так сказать от печки излучается больше тепла или отбирает тепла в это помещение то есть эффективность побольше получается так но при этом как бы все равно труба вот поворот здесь один поворот 90 градусов и все и напрямую на улицу а зачем улицу топить лучше тепла оставить здесь то есть вывод какой я хочу сделать здесь и максимально нагревается труба я показал на участке сделать отбор по такому типу либо куда-то вот сюда вот в угол поставлю вентилятор холодным воздухом гнать на горячую трубу и дополнительно отбирать тепло без вот и также наверху поставить трубу металлическую тоже смотреть там где как и сделать тоже вот такие же такого же типа чтоб воздух нагревался и сам без всяких как говорится моментов оставлялась тепло в гараже то есть активность повысить дров чтобы меньше топить и было больше тепла вот естественно что я как мы видим там 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 везде поутеплялся везде пенопласт сейчас холодная вот такую штуку вешаю вот она там не теплая особо но тем не менее она свою роль играет вот тем более что вот здесь эти куда и опять же мы если приходим сюда вот мы видим все у меня тут в пенопласте то есть здесь тоже и под полом пенопласт есть на боках пенопласт и все но здесь похолоднее конечно и там нас пенопласт на потолке и на крыше пенопласт и с этой тоже пенопласт но все равно мостики холода есть опять же такой помещать такой печкой натопить как бы не легко и не быстро тем не менее вот они мостики холода есть по хорошему бы их тоже позакрывать и было бы там градус 2 еще теплее потому что вот этот металл он как бы холодит вот с обратной стороны тоже пенопластом все и крыша и бока укрыты так что я по возможности постарался утеплиться что меньше топить улицу вот но вы сами понимаете что вот так вот напрямую все это будет на улицу и воздух тут тоже не холодный вот ну рукой держусь но как бы чувствуется тепло вот поэтому будет здесь труба металлическая что здесь что-то типа как на самом булериане сюда придумают для отбора тепла продолжение этой эпопеи вот как я говорил была куплена вот такая бы уж чтобы ее надо будет порезать почистить порезать смысле от торцевать тут сварные швы и тут где-то трещинки может есть или что-то обрезать чекая почистить вот и тут получается раз два три четыре где-то два помощники мои так дим на там особо никуда складывать вот чтоб они сохли до их работ сбросать обыкать и они пусть сохнут они же влажненькие вот тут надо доделать вот эту красоту дим вот эти вот бери пока выкатывай маленькие помощники мать вот так а теперь легче пойдет